Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Мужской понедельник» на 101.00, на часах 12.06. Ведущая программа Николай Голиков и Владимир Сметалин. Да, вы знаете, бабушка моей супруги, когда видит большую мужскую компанию, она использует такое слово, интересное, «Как у вас тут мужикаста?» Это я к тому, что она сейчас действительно мужикаста. Шесть мужчин собрались за столом. Шесть только за столом, и еще один звукоператор седьмым будет. Да, Артем Челканов. Мы продолжаем разговор о реформе лесной отрасли в нашем регионе, о том, что происходит сейчас в данный момент в лесопромышленном комплексе. У нас, мы обещали в студии по-прежнему, Николай Юферев, руководитель инвестпроектов «Хольцхаус и строй лес». Еще раз добрый день. Добрый день. Да, и коллеги Николая присоединились к нему и к нам, как всем вместе. Спасибо, что приехали из Белой Холуницы. Ну, во-первых, Иван Николаевич Гребенюк, руководитель лесозаготовительного и перерабатывающего предприятия «Профилес». Добрый день. Добрый день. Да, Белой Холуницы как раз таки. Александр Ханапиев, руководитель лесозаготовительного и перерабатывающего предприятия «Строй деталь». Тоже Белый Холуницы. Добрый день, Александр Петрович. Генеральный директор предприятия «Первомайский леспромхоз» и председатель Белых Луниц в Крайонной Думе. Сегодня тоже с нами Олег Черезов. Олег Валентинович, добрый день. Добрый день всем. Как добрались? Как дороги весенние? Ну, дорога, спасибо, отличнейшая. Ага, 80 километров все-таки. Шутя на одном дыхании. Тем паче мы знали, что нас ждут. Наши передачи сегодня хотели, наверное, услышать многие. Ну, мы знаем, что вы слушали то, о чем мы говорили с Николаем Юфиревым. И в конце как раз прозвучали предложения конкретные. Мы сейчас их тоже обсудим. В общем, основная цель у нас с первого часа такая была как-то дать понять, что не надо всех равнять, да, тех, кто работает в лесной отрасли Кировской области. Не надо так вот ставить крест и штамп, что мошенники тут одни какие-то. Ну, огульное отношение никогда не к чему хорошему не приводит. То есть надо конкретно говорить с людьми с конкретными. Давайте мы все-таки на такую небольшую визитную карточку, да, несколько слов, а затем уже конкретно перейдем. К Ивану Гребенюкову я обращаюсь. Профилес, чем занимаетесь, как давно работаете, в чем непосредственно суть? Работаю с 2007 года. Начинали просто с лесозаготовки. Сейчас приобрели банкротное предприятие. Бывший лесхоз, Сосновый Бор называлось. И сейчас пытаемся его реанимировать. То есть получилось все очень интересно. Насколько все плохо было? Там, ну, скажем так, что такой пример. Батареи были вырублены топором. Батареи? Батареи? Да, батареи. Чугунные. Чугунные. Топором. Видимо, в конкурсную массу продали металлог. Какой-то очень неумный человек это делал. Топором рубил. Да, да, да. Были украдены окна, было все там, бежали крыши. То есть остались фактически одни стены. То есть процедура банкротства очень сильно затянулась. Потому что сначала был один конкурсный управляющий, потом другой, потом третий. И там уже, по-моему, у четвертого это все покупали. А сейчас-то вы как живете? Крепко на ногах стоите? Не крепко на ногах стоим. Пытаемся выжить. Пока пытаемся выжить. То есть у нас у всех недостаток один. Недостаток сырьевой базы. То есть у нас есть желание, у нас есть рабочие ресурсы. То есть сейчас на фоне последних событий, вот, все могут, это кризис, все. То есть очень много людей, ну, так скажем, которые были, гастарбайтеры, не гастарбайтеры, но которые ездили по России, строили какие-то дома. Сейчас вернулись все домой, так скажем, у них, потому что семьи дома здесь. То есть рабочие руки есть. То есть подождите, у вас есть возможность, желание, кадры для работы? Леса нет? У нас нет леса, да. У нас нет леса даже не то, что того объема, который есть. То есть у нас его нет вообще. То есть если считать буквы закона, у нас его нет вообще. То есть мы берем какие-то аренды, субаренды на себя, покупаем лес на корню у других людей. Вот, то есть вот как... За пределами района? В пределах района? В пределах района, за пределами района. Ну, где есть? То есть сейчас вот большой шаг вперед, так скажем, нам дает развиваться вот таким людям, которые желают выжить. Вот эти же какие-то лизинговые компании, кредиты. То есть мы покупаем лесовозы, лесовозы. И то есть плечо в 150 километров, это для нас уже не плечо. То есть покупаем большие мазы, ну, машины большие. То есть расстояние, те, которые преодолевают эти машины, в общем-то, вам особого беспокойства не приносит. Был бы лес. Да, было бы лес. Было бы где его взять. И на выходе у вас получается что? На выходе у нас получается обрезной пиломатериал и погонажная продукция, ну, евровагонка, ну, такие вот подобные. Иван Николаевич, ваше предприятие чем славно? Александр Петрович. Ой, я смотрю в одно место, я говорю в другое. Нормально. Строй дедак. Значит, в деревообработку мы пришли, значит, с нуля. Начинал у меня отец. Я с 2004 года подхватил егошнее начинание. И сейчас, как бы, он уже отходит на пенсию, а я продолжаю. Значит, начали мы с производства погонажа. И сейчас, на сегодняшний день, у нас комплекты домов мы подставляем. Мы тоже делаем клееный брус, конечно, не в таких масштабах и объемах, как, значит, Николай. Николай Юферев. Да, значит. Вы, кстати, Николай, можете вопросы тоже задавать, уточняющие. Нет, я просто слышал. Здесь каждый, каждого мог задавать вопросы. Значит, лесозагонительная мощность на сегодняшний день у меня тоже очень неплохие. Три комплекса мы имеем. Также самое есть, значит, договора аренды, взятая с аукциона. И нам этого не хватает, там всего лишь у нас небольшой объем. Также самое докупаем. У нас две производственные площадки в Белой Холунице и в Нагорском районе. Вот как бы так. Олег Валентинович, о вашем предприятии хотелось бы тоже услышать. Я сегодня представляю предприятие 60-го года рода. Это Первомайский леспромхоз. Предприятие было создано в свое время для обеспечения топливом как населения, так и организаций. И Первомайский леспромхоз в сегодняшний день все до сей пор еще и работает. В свое время он был создан для этого. У него была своя расчетная лесосека. Но в связи с тем, что наше топливное предприятие было топливным, ему соответствующая лесосека была и выделена. В 2007 году данный объем договора закончился, аренды у нас. Значит, мы от него отказались. И на сегодняшний день мы оказываем услуги по заготовке, по вывозке, по переработке древесины нашим местным частным предпринимателям. И компаниям, которые присутствуют на территории Белхмитского района. Вы до начала программы сказали такую интересную фразу, что, я сейчас перефразирую, что Белая Холуница вовсе сейчас уже не ассоциируется с тем предприятием, которое долгие годы там работало. Да, если вы имеете в виду завод, то наш завод был градообразующим предприятием. На сегодняшний день его практически нет. Там что-то теплится, что-то старается под руководством главы. Но она молодец у нас. Значит, под руководством учредителей данного предприятия, хозяев данного предприятия что-то собираются сделать, организуют. Молодцы, что-то получается. Но на сегодняшний день бюджет нашего района пополняет 65% лесной промышленности. Николай, это показатель? 65%? Ну, конечно, это показатель. Да, представляете, о каких вообще жуликах, мошенниках можно в лесу говорить, если предприниматели в районе, а мы сейчас увидели реально очень хорошее предприятие. Потому что три комплекса, это не шутка. Это инвестиции, значит, предприятие минимум 150 миллионов рублей. Потому что один комплекс 50 миллионов рублей сейчас стоит. И они дают 65%, представляете, районного бюджета. А сколько бюджет района составляет? Собственных доходов 40 миллионов и там 200, с чем-то, не помню сейчас точную цифру, не могу сказать. Собственные доходы 40 миллионов. Надо сказать, что у нас все лесные районы практически формируются за счет базы, которую дают местные лесозаготовители. Так же, как у нас, Даровской, 50% доходной части бюджета формирует только одно наше предприятие. И вот смотрите опять ситуация. Вроде бы, да, лес обеспечивает большую часть бюджета. Район как бы считается лесным. А вот если послушать, а лес это, собственно... Нет, на сегодняшний день на территории нашей земли, Холуницкой, находятся несколько инвесторов. Иван Николаевич, наверное, больше скажет о них. Эта компания идет у Калисхоз. У Калисхоз, Нововиадский лыжный комбинат. И компания Алмис. Компания Алмис и компания Красный Якорь. Ну, там у них уже выполнено, по-моему, обязательство. Но, тем не менее, он присутствует. И еще, ну, у Калхозов еще там небольшие какие-то части. То есть, это я вообще говорю об общем. То есть, наполняемость бюджета Белохолуницкого района составляет 65% за счет собственных средств. То есть, это при том, что лес не принадлежит белохолуницким людям. Не то, что принадлежит, он принадлежит Российской Федерации. То есть... Находится в аренде, да, у посторонних как бы фирм для Белохолуницкого. То есть, это при всем при этом. То есть, тут можно легко представить, что бы было, если бы в этом лесу работали люди, которые живут в Белохолуницком районе. И если бы они еще и получали данный лес по определенной цене, не по 500 рублей, как на сегодняшний день Иван Николаевич вот в беседе приватной сказал, а если бы они получали на сегодняшний день через УКСОН, начиная рублей с 200, 250, чтобы тогда могли... Да, что Николай говорил, чтобы тогда получилось в данном районном бюджете какое пополнение было, это бы, наверное, было бы очень существенное пополнение в районный бюджет денег, средств. Можно еще реплику по... Да, Александр Харапиев. Значит, смотрите, вот Николай анонсировал, что его же неорганизация заплатила налогов, ну, и легло у него, например, 400 рублей на кубометр. А мы лес покупаем за 400 рублей на кубометр. И плюсом еще того, что мы заплатили 65% налогов отчислений в бюджет. Это получается, сколько на куб ложится у нас в плюсе. То есть, как бы все-таки вот, когда аукционы появились, легче стало, или вот эта цена все-таки сбивает этот настрой? Пока непонятно. У нас еще по Белохумницкому району был всего один аукцион. Когда он прошел? В феврале? В феврале. Помните. Ну, да, он прошел недавно. Вот как раз, насколько я знаю, что Александр Петрович участвовал в этом аукционе. И там тоже цена была, так скажем, она была на грани. Вот тут звучало, что там... Предел рынка, скажем. Да, предел рынка. То есть, плюсом там один шаг какой-то там можно еще совершить, но и то на свой страх и риск, и имея свою переработку. То есть, свою переработку. То есть, сейчас уже тот сегмент, так скажем, частного предпринимательства, который занимался просто лесозаготовкой и дальнейшей его перепродажей пиловочника на другие там, ну, так скажем, на другие пилорамы, он уже отпал. Его нет. То есть, сейчас покупают только тот человек, который готов его переработать. А более дорогую цену уже дает тот человек, у которого более глубокая переработка. Тот, кто занимается погонажной продукцией, тот, кто уже склеиванием. Ну, то есть, очень глубокая переработка. Соответственно, цена продукции тоже выше. Да, цена продукции уже выше. Но опять же, мы являемся микропредприятием, то есть малый бизнес, он так и останется малым бизнесом, если не давать ему свободу, то есть если давать ему лес на корню по 500 рублей, он его, конечно, будет покупать, на хлебушек он заработает, но на развитие предприятия он не заработает. Потихоньку будет пыхтеть, пыхтеть, на одном месте ровно стоять, то есть зарабатывать зарплату, платить налоги, то есть изначально он будет там платить налогов 1 рубль, грубо говоря, он так и будет в конце его платить 1 рубль, ну с учетом инфляции может там будет рубль 20. Пока все станки не сломаются, а новое купить будет. Да, а новое, то есть и рано или поздно он либо закроется, либо придет какой-то другой человек, или там объединение какое-то будет, но это уже как бы из области фантастики. Паузу нам сейчас нужно небольшую сделать, очень скоро вернемся и продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается у нас разговор о делах в Кировском лесопромышленном комплексе. У нас практически совещание здесь происходит. Стоит напомнить, кто у нас все-таки в гостях. Николай Юферев, руководитель инвестпроектов Хольцхаус и Строй лес. Иван Гребенюк, руководитель лесозготовительного и перерабатывающего предприятия «Профи лес». А также Александр Ханапиев, предприятие называется «Строй деталь». И Олег Черезов, генеральный директор предприятия «Первомайский леспромхоз», председатель «Белых луниц» к районной думе. В общем, гости, еще раз повторюсь, из «Белых луниц» у нас сегодня в том числе. Тут Николай сейчас задал вопрос очень хороший. В перерыве давайте произнесем еще раз. Это очень хорошее предприятие, особенно вот Александр, то, что я услышал. Три лесозаготительных комплекса мощности по производству клеенового бруса – это очень серьезное предприятие. И действительно, если бы у этого предприятия были бы свои леса, свой инвестпроект, можно было бы это предприятие развить очень серьезно. Видно, что это семейный бизнес, так же, как у нас, где от отца к сыну уже передается это предприятие, и они его развивают, они в него полностью вовлечены. Это вот пример того, вообще, кого нужно видеть в лесопромышленном комплексе Кировской области. И предприятие само по себе, оно как может быть инвестпроектом. То есть вот те мощности, о которых сейчас я говорю, оно может спокойно само сейчас пойти и подать заявку на приоритетный инвестиционный проект. И у меня нет сомнений, что это будет порядочный, честный инвестор. И при том, мы видим то, что лесосека у ребят предпринимательного вообще отдана предприятиям, которые достаточно далеко от района находятся. Вот такой практики в других регионах нет. Вообще, инвестиционные проекты стараются делать по месту расположения предприятия лесоперерабатывающего. Ну, как пример, допустим, Республика Коми, Луза-Лес. Есть там у них расчет на лесосека 500 тысяч кубов. У них, они производство поставили в Кидзьявидже, это на границе с Кировской областью. То есть в голом поле взяли, построили завод. Он не где-то в Сыктывкаре находится, а он находится на месте, то есть непосредственно там. И формируют доходную часть бюджета. И там работают люди с этого района. И нет никаких конфликтов вообще. То есть администрация прекрасно понимает, что у них есть такое вот предприятие. И предприниматели понимают, все предприниматели заточены под это предприятие. Кто-то автоуслуги оказывает, кто-то услуги там по заготовке. Точно так же должно быть здесь. Почему в Белой Холунице, где у нас есть такие предприятия, очень сильные реально, почему как и лес получается, он вообще под какими-то проектами, которые расположены, допустим, в областном центре. У нас нет проблем, по большому счету, с занятостью там в областном центре, в Кирове, в Новоавиадске, в Слободском. Ну, не то чтобы нет проблем, но они не такие острые, как в районах. Но при том, что вот мы сейчас видим стратегию новых инвесторов, которых поддерживают, за исключением у Рашинского фанерного комбината, у них мощности-то создаются в Новоавиадске. А почему нельзя поддержать предприятие, которое находится непосредственно в Белой Холунице? Вот у нас предприятия, они расположены непосредственно в местах, где лесосека. То есть у нас вот есть предприятие в Даровском, в Даровском и лесосека, есть предприятие в Лузе, в Лузе и лесосека. Как вам такие аргументы? Кстати, вот вопрос такой, а почему на самом деле вам не заявиться с инвестпроектом? Ну, как бы до того момента, как мы доросли уже, когда были готовы реализовать этот момент, то все леса-то уже были розданы другим инвесторам. И из этого на сегодняшний день получается, что можно заявиться, но что брать-то? Николай правильно сказал сегодня, что ребята развиваются динамично, это очень здорово. Они бы готовы сегодня еще вложиться и в городскую среду. А те инвестора, которые сегодня пришли на нашу землю Холуницкую, забрали ресурс, им глубоко... Они там не живут, они там не работают. Как развивается наш район, как там завтра наш глава района будет мучиться, как наш мэр будет мучиться, как мы завтра будем вообще здесь жить. Им глубоко без разницы. Вот здесь на таких ребят нужно, наверное, ставить ставочку. Я поддержу вас, Николай, и думаю, что наше правительство услышало, наверняка поставят ставку на тех людей, которые непосредственно находятся на земле, где и есть ресурс, который можно было бы распределить под данных ребят. Все верно, все верно. Тут вопрос социальной соответственности. Когда предприятие находится в районе, оно всеми силами помогает району. То есть у нас такая же ситуация в Даровском. В Даровском мы и дороги строим, и храм построили, и дровами обеспечиваем, и щепой обеспечиваем полностью поселок. И поселок во всех начинаниях мы поддерживаем. Там водопровод построили. В Алузе та же самая ситуация. То есть мы еще там год работаем, мы уже миллион заявили, что мы на дорожную сеть даем в поселке. Строим разные детские площадки, горки. Широкий спектр сотрудничества идет. А предприятие здесь, на земле, и районным властям с ним легче общаться, чем с предприятием, которое где-то в Кирове. Им абсолютно без разницы, что происходит там на местах. У вас есть социальная нагрузка? У вас есть это? Еще хотелось просто сказать в продолжении темы аренды лесных участков. То есть мы подходили к руководителю лесного отдела в Белой Холунице непосредственно. И говорим, мы готовы сформировать. Даже из этого оставшегося леса, который там есть, там где-то вот он даже пускай будет некомпактный, там где-то там по небольшими участками, можно ли сформировать вот этот участок? Сформировать этот участок можно. Но для того, чтобы его выставить даже на эти же торги, не на инвестпроект, а просто на торги, необходимо сделать межевание. На межевание денег нет. Межевание должно осуществляться за счет средств. Государство. Хорошо, мы готовы заплатить. Замежевание. Да, мы готовы заплатить деньги здесь за межевание, для того, чтобы выставили на торги. Он говорит, тогда вам никто не даст гарантии, что вы возьмете именно с торгов вот этот участок. То есть вы заплатите за межевание, а купит кто-нибудь другой? Да, а купит кто-нибудь другой. И эти деньги вам никак не вернутся. То есть это риск. То есть опять тупиковая получает ситуация. Да, опять тупиковая. Опять же про Белых-Луницкий район. Вот сейчас вот эти сейчас все выставляются, ну аукционы, ну так скажем, краткосрочного пользования. У нас последнее лесоустройство было 97-го года. 20-20 лет назад. Да, сейчас в прошлом году сделали, в позапрошлом году сделали лесоустройство, его до сих пор не могут принять. Все какие-то там, какие-то подводные камни выплывают, то одно, то другое, то регламент, то еще что-то. В общем, никак его не могут применить действия. То есть государство затратило деньги, лесоустройство сделано, но оно не работает. То есть деньги, потраченные на сегодняшний день, получаются впустую. Все до сих пор не могут принять. Так, резюмируем. Предложение по созданию инвест-проекта, да, вот, Александр Ханапиев. Основное это какое? Преткновение, это точка камень. Нет леса. Нет леса просто. Нет леса. Лес вокруг, а леса нет. Да-да, значит, нет на сегодняшний день свободного участка, на который бы можно было. Если какие-то инвесторы сейчас откажутся или где-то все тут случится, то я думаю, что можно будет инициировать этот процесс. Но пока на сегодняшний день, даже в образоверимом будущем, там год-полтора, ничего не... Потому что, вот смотрите, вот Олег же правильно сказал, в Велой Холоннице городообразующие предприятия закрылась. Свободные рабочие руки есть. Работать есть кому. Вот самое бы время подумать о том, чтобы местному производителю дать возможность расти, тогда и проблема сразу пропадет практически. Ну вот на следующий год, кстати, этот вопрос еще никто не задевал. Может быть, я заблуждаюсь, что-то буду о чем-то говорить, не о том. В ближайшее время порядка 600, наверное, арендаторов закончатся проекты освоения лесов в 2018 году. По регионам имеется в виду, да? Да. Шесть сотен. Вы представляете, мы столкнулись здесь с лесоустроительными компаниями, которые сказали, мы пока даже не знаем, как все будет происходить. Мы готовы на сегодняшний день сделать проекты освоения лесов, чтобы в 2018 году произвести отвод лесосердинского фонда, для того, чтобы в 2019 году, 1 января, зайти уже работать в новую, с новой декларацией. На что нам сказали наши партнеры... Это с кем вы общились? С компанией лесоустроительной. На что нам сказали, что, ребят, возможно, что даже не зайдете по новому проекту, который вас наверняка не примут. И вот здесь у всех наших арендаторов в 2018 году наступает коллапс. У кого-то может быть леса не хватает, а у кого-то из тех чисел, которые я сказал, возможно, что не будет проектов освоения лесов. Что будет делать наше руководство в нашей области, я не знаю. Мы этот вопрос задаем. Это что, угроза в ваш адрес прозвучала, что ли? Так это не факт, что у вас еще там что-то? Нет, нет, нет. Понимаете, нужно будет сделать их, чтобы они прошли непосредственно экспертизу данной проекты. Но на сегодняшний день вошли, значит, новые правила, согласно которых проекты освоения лесов, ну, наверное, нам будет сделать трудно. И чтобы они прошли экспертизу, ну, для этого, я не знаю, через что мы должны будем проскочить, чтобы эти проекты в конечном итоге у нас появились, согласно которых мы бы могли завтра работать. То есть в 2019 году, с 1 января. А если мы немножко просидим, вот здесь нужно, пожалуй, нашему министерству задуматься, если мы просидим сейчас, не начнем делать эти... Министерство лесного, вы видите? Да, 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 да. Если мы не начнем сейчас делать эти проекты, то есть не будем вести лесные все работы, полевые по работе, значит, то в 2018 году, наверное, наплыв арендаторов, которые захотят сделать проекты освоения лесов, будет очень огромен. И всем им просто невозможно будет сделать этот проект освоения лесов, так как для того, чтобы его сделать, нужно время. Минимум на сегодняшний день, год. Я через это уже проходил. Вот здесь будет коллапс. Это еще проблема средства, это еще ничего. Понятно, понятно. Олег, а вот что сейчас должно делать министерство в такой случае? Конкретно, чтобы этого коллапса не случилось здесь, то что должно происходить вот сейчас? Ну, я не могу рекомендовать на сегодня... Почему? В общем, как раз может. Работает собственность. Потому что он компетентен, нежели я. Нужно, наверное, ему все силы направить для того, чтобы в 2019 году наши лесопользователи начали уже работать по новым проектам освоения лесов с новыми декларациями уже в 2019 году. В 2019 году, 1 января, возможен, ну, приостановка лесного комплекса. Вот так вот. Остается у нас очень немного времени, при этом нужно еще сделать небольшую рекламную паузу. Сделаем, и мы скоро вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Мы выходим на финишную прямую по теме реформы лесной отрасли в нашем регионе. Ой, не знаю, финишная ли она, Володь. Мне кажется, нам еще тут не раз придется в эти теми собираться. В рамках мужского понедельника, сегодняшнего, да. Вы на финишную. Я просто сейчас предлагаю уже самим работникам лесной отрасли задавать друг другу вопросы и как-то высказывать свое мнение, предположения. Я все-таки еще один вопрос задам, потому что мы сегодня вообще начали с аукционов, говорили об аукционах. Сейчас опять вот в перерыве говорим об аукционах, именно о цене входа как бы вот, да. И получается так, что вот, судя по тому, что прозвучало вот сейчас в этом коротком перерыве, когда нам говорят, что вот эта сумма, вот 500 рублей и выше там что добавят, да, она как бы поможет бюджету в том числе там профинансировать образование, здравоохранение и что-то. Оказывается, тоже все не совсем так. Вот я не очень понял, ребят, как там все дело происходит? Николай Юферев. Да, сейчас ситуация какая? Ну, во-первых, хотелось бы услышать мнение предпринимателей, насколько для вас подъемны вот эти 500 рублей, которые вот сейчас область выставляет на аукцион. Да вы говорили уже о том, что надо бы поменьше. Вот сам Николай цену в 250 рублей предлагал. Ценоватая заставляющая, леса на корню, бывают разные. Есть, конечно, те леса, которые можно взять и по 500, можно и по 600, но есть те леса, которые и 200 рублей не стоят. Ну, в общем-то, мы о том же говорим, да, что есть три участки, которые очень хорошие. Цена примерно вот 400-500 рублей у них, минимальная цена они выставляют, из-за этого у них низкий спрос на их продукт, скажем так. И много, значит, заявляется всего один участник или вообще не заявляются. И из-за этого как бы... Ну, остается много неосвоенных лицов просто, опять же, которые выставлены, но не проданы. Да. И ведь, опять же, если учесть тот фактор, о котором мы говорили с Николаем, то есть заявленная цифра, она остается, значит, идет на лесохозяйственные работы часть там, да, но никоим образом вот эта часть не идет на сегодняшний день на повышение, например, заработной платы по учителям, там, бюджетникам. То есть это какая-то целевая составляющая, я так правильно понял, да? Нет, вот к сожалению, да, вот мы сейчас с анализ нашей информации об аукционах проведенных показывают, что, как мы видим, что правительство области немножко ошибается с коэффициентами по лесовосстановлению, они сильно завышены. И за счет этого достигается минимальная цена, вот это в 500 рублей. И тут, я не знаю, почему не учитывают бюджетное правило, что надо понимать, что все, что реальный заработок, бюджет, это идет свыше шагов, свыше 500 рублей. То есть, допустим, если начали с 500 и доторговали до 700 рублей, вот эти 200 рублей, 200 – это заработок бюджета. А все остальное они должны, вот из этих 500 рублей, они там частично деньги нужно будет отправить в федеральный бюджет на погашение минимальной ставки, а остальное нужно будет четко распределить на выполнение лесохозяйственных работ. То есть, если вот эти 400 рублей поступили в бюджет, то эти 400 рублей, их нужно будет только тратить на лесохозяйственные работы. То есть, вот покупку самолета там можно, машины пожарные для лесников можно купить, а вот зарплату учителям, к сожалению, нельзя. И вот если взять… Если учитель не будет подрабатывать еще лесником. Да, вот, а если мы возьмем Дельту от того, что… А так как практически 80% аукционов проходят с одним участником и без повышения цены, то получается, что заработок вот с 2017 года, все аукционы, которые прошли, всего 190 тысяч рублей. То есть, это именно доход бюджета, который именно бюджетные деньги становится, которые можно наравить на социальных рублей. А все остальное на лес восстановления? Все остальное на лес восстановления и федерацию, да. И поэтому-то и наше-то предложение такое, что все-таки внимательно еще более детально посмотрим… Николай, просто прояснить, вот если сделать цену, условно говоря, 250, догонять до 500 в результате торгов, то Дельта будет 250 рублей, которые именно будут деньги, которые бюджет сможет тратить именно на свои бюджетные нужды, да? Абсолютно верно, да. То есть, в системе выгоднее, чтобы цена входа была ниже. Ниже. Тогда система больше получит денег. Система получит больше денег и предприниматели будут более конкурентоспособны То есть, вообще всем выгодно положить. Максимальный оборот участков можно достигнуть. То есть, можно… Может быть, там не 30% будет продаваться, как сейчас продается, а все 100% уйдет. В конечном-то итоге больше будет. Логично. Действительно. Да, действительно. Ну, тоже у вас вот сейчас прозвучала цена в 200… То есть, было 500 рублей. Иван Требенюк. Сейчас вы… Ну, как там, 250 рублей. То есть, есть те участки, которые, может быть, нужно выставлять и по 50, и по 70 рублей. То есть, нужным населением на сегодняшний день тоже нуждаются в дровах. То есть, пускай не… Для этого есть наши предприятия. Но это в Белой Холунице. Не расспрашивай, возможно. Нет, это в Белой Холунице. Нет, с точки зрения. Есть. Это в других районах, где-то вообще нет. Какие-то небольшие городские поселения, на территории которых работают, пускай предприниматели, они покупают этот же лес, там, не знаю, как там, субаренду, можно всякое его обозвать, ну, там, по 500-600 рублей его покупают. И им просто невыгодно брать какие-то чисто дровяные делянки, которые находятся, так скажем, в шаговой доступности от поселка, и обеспечить этих же бабушек-старушек, которые работают. Потому что был у меня такой прецедент, что подходит ко мне бабушка, она проработала, она 40 лет отработала в респрохозе, и подходит ко мне и говорит, привезите нам дров. Сколько будет стоить машина? Я ей сказал цифру, она говорит, это больше моей пенсии в два раза. Ну, это все как раз-таки от цены губометра напрямую зависит. В общем, мы о чем говорим по большому счету. То есть, как бы не просто посредить цену на аукционах, а еще привязывать к конкретным участкам эту цену. Мы о чем говорим по большому счету? О гибкости рынка, да? Да. В том числе, да. Обучиваться конкретных специфических условий. Ну, и наполняли в качестве бюджета, да. Да. Нет, вообще, задача-то, она на сегодняшний момент у всех общая стоит. Мы, я как начал со своего выступления, что, в принципе, мы все адекватно оцениваем задачу наполнения бюджета. Мы прекрасно понимаем, что бюджету нужны деньги, потому что мы живем на этой земле, мы работаем в этих районах, мы также, у нас работают люди, которые живут в этих районах. И мы прекрасно понимаем, что бюджет области испытывает сейчас проблемы. Мы готовы во все дело, в этом деле участвовать. Просто важно, чтобы нас услышать. У нас есть реальное предложение, каким образом реально бюджет наполнить деньгами от лесопромышленного комплекса. В том числе, вот правильно, ребята говорят, что нужно снизить нижний порог входа на аукцион. Там участок, который высокорентабельный, хороший участок, поверьте мне, сейчас достаточно большой сырьевой дефицит, вот ребята подтверждают это. И там, где участок действительно хороший, там догонят все равно, они догонят до 500 и до 1000 рублей догонят. Но пусть порог начнется это с 250, и область так деньги получит больше, и предприниматели получат доступ к сырью. Еще какие-то моменты, еще какие-то факторы, нюансы, на которых тоже нужно обратить внимание. Ну вот еще хотелось акцентировать по инвестиционным проектам. Да, я согласен, вот у Николая инвестиционный проект, который реально работает, он, скажем так, сам сидит с топором у елки. А есть инвестпроекты, которые работают как клерк в банке. Значит, ему дали, он говорит, так вот, эти, 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 берем, продаем, покупаем, ничего не делая вообще. За него делают такие люди, как мы, которые живут в районах. Мы с этого начинали. Да, то есть то, что вы сейчас видите на своей белой холлийской земле. Значит, область считает, пополнение у них идет в бюджет, все хорошо, но мы-то тоже еще платим в бюджет. Плюс они на нас заработали, как, скажем так, в банке выдали кредит, процентов получили. Все, ничего не делаем вообще. Имея, грубо говоря, там два человека. Иван Николаевич, что-то добавить хотите просто? Заметил. Согласны, в общем-то. Нет, в продолжении разговора с Александром Петровичем, что, то есть, сверх тех денег, которые платятся за этот желез, предприниматели еще платят. Еще платят. И просто вот подвести, так скажем, вот из этих денег получается 65% наполнения Белогунистского района. То есть просто вот как бы конкретно вот на этой теме хочется вот так акцентировать, что вот это, то есть, на самом деле, как на земле обстоит дело. То есть, на самом деле, получается очень некомфортно сейчас работать в этой сфере, потому что очень напряженно и всегда очень рискованно, да? Да. Николай Юферев, ну, буквально вот час назад озвучил здесь предложение по созданию некого объединения, да? Некого союза лесопромышленников, да? Вот давайте об этом еще немножко поговорим. Вы готовы? Видите необходимость вот в такой объединяющей какой-то силе? Ну, у нас же создана уже ассоциация лесопромышленников в 2008 году. Михаил Тимофеевич Скворцов, Андрей Николаевич был в свое время. Она работает? Значит, она под руководством Конюшева на сегодняшний день пока нет. Создан еще один союз лесопромышленников под руководством Гродникова Андрея Васильевича. Он начинает работу, ну, насколько эффективно, пока, вот, я не готов сказать. Но хотелось бы, в общем-то, наверное, с Андреем Васильевичем встретиться, было здесь, увидеться с ним, значит, выслушать его, жалко, что его сегодня здесь не было. Ну, мы приглашали, приглашали, честно говоря. Ну, вот видите, уже есть, Николай, какие-то структуры-то объединяющие. Нет, ну, вопрос в том, что все мы прекрасно понимаем, под что эти структуры создавались. Может быть, у нас получится реанимировать какую-то из действующих структур, да, потому что мы знаем, для чего создавалась там ассоциация под руководством господина Гродникова, там, да, это в первую очередь проведение чемпионата лесоруб, который навряд ли состоится в Кировской области в этом году. Поэтому нужно все-таки реанимировать эту, либо реанимировать действующие ассоциации, либо это будет новая ассоциация, вот, как филиал Российского Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров. Такая ассоциация, безусловно, сейчас нужна по многим параметрам, и в том числе и для того, чтобы наладить какой-то диалог с властями, и по многим еще вещам. У нас много вопросов, о чем можно поговорить. Это и экспортные контракты, взаимодействие с крупными экспортными трейдерами, внутренняя продажа, это сертификация продукции, сертификация лесов, обсуждение различных тенденций в деревообрабатывающем промышленности. Вообще ассоциация такая нужна. Ну и безусловно, конечно, ее нужно возрождать в нормальную работающую ассоциацию, как это сделано других субъектов. Мы совсем забыли еще, что у нас на сегодняшний день на Кировской земле, на нашей Авиатской земле присутствует еще и профсоюз под руководством Горель Александра Григорьевича. Вот его-то мы совсем забыли, его нельзя забывать. Я с ним недавно общался, жалко, что Игорь Владимирович с Александром Григорьевичем встретились за полугодие один раз. Это очень жалко. А профсоюз нужен, профсоюз должен быть. Это такая реальная сила, которая может играть и играть серьезную роль. Действующее объединение, как я понял, действительно нужно. Как оно будет называться, это не столь важно. Главное, чтобы оно было реально действующее и могло представлять интересы представителей лесной отрасли. Это еще одна структура, которая влиятельна и должна работоспособной быть. Пару минут у нас остается, но все-таки от каждого бы из вас хотелось услышать оценку действий региональных властей как раз-таки в лесной отрасли. Как вы оцениваете происходящее в последние месяцы? Они сказали, что заработают 2 миллиарда в год. Реально ли это или нет? Иван Николаевич, Александр Петрович. Я думаю, что в данных условиях и с той политикой, которая сейчас проводится правительством Киевской области, я думаю, что в принципе нереально. Возможно, может быть, 30-40% край от этой суммы. 30-40%, то есть показатель, как нам продемонстрировано было предыдущего 2016 года, 300 миллионов. Это при самом, скажем так, пессимистичном, скажем так, вернее, при самом оптимистичном максимум. Иван Николаевич. Я с этой цифрой согласен. С той, которую Александр Петрович озвучил. Да, 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 с этой цифрой. Ну, при условии, что будет обстоять дело, как вот сейчас обстоит, если же они что-то не изменят сейчас вовремя. То есть они же планируют эту цифру-то заполнить, грубо говоря, не до лета, а за весь год. То есть у них еще есть впереди время, чтобы можно было разработать. Там сидят, там работают люди, которые имеют соответствующее образование. Им надо всего лишь прислушаться к мнению людей. То есть внести коррективы определенные. Да, да, да. Пока не поздно. Пока не поздно и пока еще не все потеряно. Олег Куликович. Я думаю, здесь немножко с Иваном Николаевичем не соглашусь. Для того, чтобы эту цифру достичь, нужно будет нашему министерству изыскать еще дополнительно не 2 миллиона расчетной листеки, грубо говоря. А еще плюс 2. То есть и того 4 для того, чтобы достичь данную цифру. Где ее изыскать, я просто не представляю. Может, и отнять у кого-нибудь? Может быть, и отнять у кого-нибудь. Я не готов про это сказать. Может, но это долгая история. И навряд ли она принесет какой-то результат в 2017 году. А в 2017 году я соглашусь с Александром Петровичем, с Иваном Николаевичем. Нет, не получится. Не миллиард там не получится. И двух не получится? Нет, не получится. Николай, несколько секунд. Ваша оценка. Я уже сказал, какие мои предложения. Конечно, в этом году 2 миллиарда это недостижимая цифра. Я боюсь, что если политика просто не изменится, правительство, то как бы не было обратного эффекта. Потому что, как мы уже сейчас говорили, у нас там 10 предприятий ЛПК дают на сегодняшний момент 60% бюджета. Если там у нас появятся прецеденты, что, следуя примеру Красного Якоря, несколько крупных предприятий просто перерегистрируются в другой регион, то доходы от этого будут очень сильно снижены. При том, что оснований для этого нет. Мы видим, еще раз подчеркну, нормальную работу с налоговой инспекцией. Мы видим с точки зрения налоговой создание очень благоприятных условий для развития бизнеса. Вот на таком выводе мы заканчиваем. Не на самом постепестическом статье. Да, вполне нормально. Можеской понедельник. Спасибо нашим гостям. Всего доброго. До свидания. И удачи всем. Спасибо. 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 Спасибо.